А давай так, ты с ней выучиваешь стих, а я прихожу и мы открываем новый Бейблейд. А если над Машей пошутить, это будет весело. Так, белье сложила, что у меня по плану? Я должна еще с Машей выучить стих на 1 сентября и распаковать с Тимой Екулесом. Наверное, этим и займусь. Телефон. Алло? Что, прямо сейчас? Срочно, да? Ну, хорошо, я буду через 15 минут. Тима, ты спортом занимаешься? Ну, ты молодец. Слушай, здесь такое дело. Меня срочно вызвали по делам, а Маше надо выучить стих на 1 сентября. Ну, репетиция завтра. А давай так, ты с ней выучиваешь стих, а я прихожу и мы открываем новый Бейблейд. Хорошо, да. Я на тебя очень надеюсь. Так, держи стишок, ты должен здесь все понять. Все, я ушла. Так, надо посмотреть, что это за стишок. Все мы дети... Ля-ля-ля-ля. Идем в школу. Как это скучно! А если над Машей пошутить, это будет весело. Маша, иди стих учить! Ля-ля-ля, я красота, я самая красивая девочка. Ля-ля-ля-ля. Маша, идем стих учить. О, ты еще малявка, что ты красишься? Сам ты малявка, а я первоклассника. И вообще, это детская косметика. Ой, ладно, ладно, делай что хочешь. Мне вообще с тобой надо выучить стих. Смотри, учи. Я маленькая девочка. Ты опять? Это стих такой. А-а-а, ясно. Слушай, Маша, я маленькая девочка. В школу я иду. Купите мне туфельки и шарик Лол-игру. Вот, Маша. Это что, такой стих на первое сентября? Да-да, ты шо мне не веришь? Давай учить! Фу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Фу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Будем распаковывать новый бейблейд. Видно? Хи-хи-хи, сейчас будет прикол. Машенька, ну расскажи маме стишок. Я маленькая девочка, в школу я иду. Купите мне туфельки и шарик лоу-игру. Машуль, ну ты молодец, такой стишок выучила. Но ты потом еще с мамой один выучишь, хорошо? Ага. Договорились. Тим, а что это ты за стишок с Машей выучил? Стих, стих, выучил, выучил. Какая разница? Какая разница? Ну что ж, я тебе обещала бейблейд? Да. Сейчас я тебе его дам. Держи. Спасибо. Это ж не оригинал, а фирма ТД. Тим, ну а какая разница? Смотри, бейблейд, бейблейд. Новый, новый. Теперь надо только распаковать. Ничего, Вальтреек В4 похож на оригинальный. Ребята, а вы как считаете? А я тоже посмотрю на твою распаковку. Ну что ж, Тимофей, давай открывать. Ребята, прежде чем мы начнем распаковывать наш Вальтреек В4, мы хотим предупредить, что фирма ТД тоже стала упаковывать гейблейды вот в такую упаковку, как у Токара Томми. Поэтому не перепутайте. Ну что ж, посмотрим, насколько качественно выполнен Вальтреек В4 от фирмы ТД. Давай, Тимофей, смотреть. М-м-м, довольно тяжелый у него энергетический диск. Да, и в принципе дизайн точно такой же, как у Токара Томми. Три больших крыла. На самом диске изображен бронированный рыцарь. В составе системы Супер Зет Лайер Вальтреек В4 имеет металлический дизайн. Эти крылья из железа? Да, металл увеличивает вес бейблейда и поэтому улучшает атаку. А силовой диск вообще легкий по сравнению с анаргетическим. Да, значит, силовой диск у Вальтреека В4, смотри, под номером 12. А это считается, что он самый легкий среди всех дисков. Кстати, это очень разумно, потому что в сочетании с тяжелым энергетическим диском бейблейд становится очень быстрым. Ну, можно сказать, даже скоростным. Держи, Тимофей. Так, и что же у нас с драйвером? Угу. А с драйвером у фирмы ТД вышла неувязочка. Наконечник не такой. В оригинале Токара Томи наконечник должен быть плоским. С такой вот плоской пимпочкой. А здесь железный наконечник. Кстати, ребята, подскажите, от какого бея этот драйвер? Напишите нам в комментариях, пожалуйста. О, а стики будем клеить? Знаешь, Маш, давай стики приклеим уже после боя. Кстати, с кем мы будем его сражать? С Немезисом. Это разумно. Ведь Немезис у нас тоже не оригинальный. Да, можете посмотреть, как мы его заклеили. В этом видео. Раунд первый. Три, два, один. Ого, они атакуют друг друга. На какие-то полсекунды Немезис все-таки позже остановился. Но только что классно они атаковали друг друга. Раунд второй. Три, два, один. Вот это скорости у них. Так, кто же, кого сейчас? Пока один ноль ведет Немезис. Так, скорость уменьшается. Кто только что? Немезис. Немезис? Значит, один-один? Да. Ничего себе. Ну что ж, бой интересный. Раунд третий. Три, два, один. Так, они аккуратно даже... А-а-а. Ничего себе. Олд троек разлетелся. Это победа Немезиса. Маша справедливо победила, ведь я над ней пошутил. А ты шутишь над своими малявками? Напиши мне в комментариях. И подпишись на канал Тим Викторович и Маша. Пока-пока-пока.